Александр? Да. Сайт? Главный редактор сайта NewSader. Сайт NewSader базируется в Венюсе, Литва. Посвящен, в первую очередь, наверное, международной тематике. Сделан для русскоязычного населения как России, так и Украины, так и, в общем-то, Европы. Для всех людей, которые говорят на русском языке. Откуда вы берете инсайдерскую информацию? Инсайдерской информации у нас, в общем-то, не так уж и много, потому что издание у нас, на самом деле, маленькое. Мало ресурсов, мало инсайда, но мы, по большей части, занимаемся аналитикой. И мы свой аналитический ум направляем на те события, которые нам кажутся актуальными. Актуальными нам кажутся события, которые связаны, в первую очередь, с российской угрозой. Но эта российская угроза, естественно, дает нам следующий ракурс. Мы воспринимаем Россию, в первую очередь, как некий астероид, который несется в космосе и угрожает человечеству, планете Земля. Поэтому нас не интересует, в основном, внутренняя политика. Нас интересует внешняя политика в том смысле, в котором она позволяет понять эту российскую угрозу. Понять, как ей противостоять, ее причины, ее развитие, ее перспективы и, в конечном итоге, ее нейтрализация. Как это можно сделать, нейтрализовать? Вот на данный момент ответа на этот вопрос, на самом деле, нет, будем честны. Не в том смысле, нет, что нет теории, как бороться с тоталитарными режимами, а в том смысле, что нет практики борьбы с режимами, которые обладают ядерным оружием или, в всяком случае, которые заявляют то, что они обладают. И шатажировать этой ядерной угрозой мир и готовы применять силу в, по крайней мере, темных уголках мира, которые являются вакуумом. Да, не зашел международный полицейский. Нет такого опыта у человечества. Человечество есть разный опыт. Он, в том числе, распространяется, например, на борьбу, скажем, в той же фашистской Германии. Но дело в том, что ядерного оружия в той Второй мировой войне, как в этой Первой, не применялось бы. Погибло гигантское количество человек. И это мог по себе, конечно, говорить о том, насколько эти войны были опасны для человечества, опасны для цивилизации. Но опыта противостояния фашистскому режиму на вооружении, в котором находится ядерное оружие, не было. И самая главная угроза от России, при этом надо понимать, не военная. В военном плане, по крайней мере, на уровне конвенционального вооружения, Россия проиграет эту войну против Запада. Если бы она была такой вот масштабной и прямой, как это было, допустим, 70 лет назад, она бы проиграла ее в течение примерно месяца. Ну, примерно как иракская армия. А вот истинная угроза со стороны России является ментальной. То есть, задача России сейчас это инфицировать Западную Европу, пользуясь ее слабостью, пользуясь ее недовольствием определенных групп населения, политиков и так далее. Таким образом, чтобы заразить русскостью, грубо говоря, что такое русскость, это мафиозность. Тут есть вот гражданская ментальность, да, это законопослушность, это соблюдение принципов разделения власти, независимой судебной власти, это приверженность к закону и так далее. Значит, вот задача у Кремля это уничтожить в европейцах эти принципы и вместо них заложить принципы мафии, то есть междусобойчик. Тайные сделки, черный нал, жизнь по понятиям, как правильно сказали, да, значит, это личные договоренности вместо международных законов и так далее, и так далее. То есть, ну все понимают, да, что такое европейская ментальность и что такое неевропейская. Вот неевропейская ментальность, там, это в конечном итоге, это Африка, это там Индия какая-нибудь, это Россия, это КНДР. Это в конечном итоге право в сильном. То, что хочет Россия навязать всем и на внутреннем рынке, особенно на внешнем. И, соответственно, вот это она запускает через российскую пропаганду. Эта российская пропаганда пытается действовать разными способами, через свои телеканалы. Вот у нас есть здесь, на нашем сформе «Свобода России», как всегда, там, тот же пятый канал за Россией и так далее. Первый канал здесь. Первый канал здесь, да, спецслужбы России. То есть, это не журналисты, это спецслужбы, надо понимать, это информационные войска. Вот что. И этим информационным войскам нужно уметь противостоять. Первое. Второе. Необходимо создавать свою повестку. Она должна быть четкой и заключаться в том, чтобы отставить европейские ценности, вне зависимости от цены, которую за это придется заплатить. Надо заплатить большую цену, например, в виде торгового эмбарда с Россией, тотально. Как это было, между прочим, в отношении РАН? Пусть платят. Не могут заплатить, заплатят через 10 лет еще больше. И вот издание Нью-Сайда как раз занимается тем, чтобы донести до людей это понимание. Кроме того, мы стараемся по мере возможности заниматься просвещением европейским. То есть, мы стараемся задать людям понимание того, что такое европейские ценности как таковые. Демократический транзит, который шли через Россию в течение 25 лет, они казались безрезультатными. Потому что Россия как была крепостной страной, как было крепостное право, так оно и осталось. Почему? Это отдельный вопрос. Ну, честно говоря, сейчас европейцам важно понять не почему в России так произошло, а почему произошла вот эта агрессия, как ей противостоять. И как противостоять информационной агрессии, в частности. Опять же, мы этим и занимаемся. Все это уже миллионы раз было сказано на протяжении этих трех дней с момента. Агрессия России сначала против Украины, до этого, правда, против Грузии, а потом и против Сирии. То есть, это целый спектр, целые инструментарии, которые используют пропаганды. Это информация, это запуск фейков, это всякое зеркаливание и так далее. Масса всяких инструментов применялась. Ну, вот сейчас европейцы начали уже понимать, как с этим бороться. Они реально борются. Что приятно, пророссийские силы потерпели на самом деле большое поражение в Европе. Но это только первый, конечно, эпизод схватки. Предстоит еще много таких эпизодов. В Америке пока что побеждают институты политические. Агент Трамп, путинский агент Трамп, пролез. Причем он не агент не потому, что он заключил с ним договор. Был он это договор или нет, мы не знаем. Важно то, что Трамп действует как Путин. Как человек, во всяком случае. Но институты его скорректировали. И мы видим, что Трамп не сделал ни одного шага в сторону России. Институты победили там. Ну а, скажем, в Европе альтернативная Германия проваливается. Липп проиграла. Бастре тоже, в принципе, провал. Ну и в целом, да, масса есть действий на уровне военных решений, на уровне медийных решений, которые показывают, что Европа полностью, как трансформер из элегантного автомобиля Феррари, собралось в боевого робота, который готов противостоять. Но это только начало, опять же. То есть, это игра в долгу. Это 10-20 лет, конечно же. Это уже будет даже, наверное, за пределами Путина. Путин здесь вообще-то фронтмен, мы ему не интересуемся. Мы интересуемся ментальностью имперской России, которая постоянно воспроизводит этих Путина. Вот и все. В этом наша задача. Остановить воспроизводство Путина в России, уничтожить имперскую заразу в России, нейтрализовать российскую образу на уровне, ментальное, прежде всего, в ментальном уровне. Вот этим занимается Ньюсейт. Спасибо. Успех. Спасибо.